В посёлке Хандыга Тампонского района пенсионерка третий год подряд кормит десятки голубей. Женщина просит поддержки в местной общественности, рассказывает наш корреспондент Мария Винокурова. Голуби в Хандыге для самих жителей посёлка, в отличие от гостей, это не дива, а уже привычная картина. Первые голуби, несколько пар, появились здесь пять лет назад, которых привезли для свадьбы. Выпустив голубей в небо, люди не задумывались о том, куда они деваются после обряда. Погружив над посёлком в поисках пищи, птицы стали сбиваться в стаи. Сначала возле учреждений, где находились сердобольные кормильцы, потом возле магазинов. В конце концов, облюбовали подъезд жилого дома в самом центре Хандыге. Здесь их третью зиму кормит добрая женщина по имени Людмила. Но с каждым годом ей это делать всё труднее. Рацион у птиц однообразный. Деньги пенсионерке позволяют покупать только перловку. Первые, видно, две зимы, они вымерзали, потому что их было очень мало. Где-то было 8-12 к лету. Но вот я их сейчас уже третью зиму кормлю, и их развелось очень много. И вообще мне их жалко. И поэтому я обращаюсь к нашим сельчанам, если кто может. Хотя бы по килограмм перловки в месяц, и то это будет очень большая подмога. Мало того, что у нас зимой холодно, и ещё зимой они пропитание найти не могут, и поэтому они, ну это голодная смерть получается. Если могут люди, помогите, пожалуйста, низкий вам поклон. Летом на пропитание уходит до одного мешка перловки, а зимой уже три мешка. Иногда люди приносят хлеб, но зимой они превращаются в камень, и голуби не могут их клевать. Такое лакомство, как семечки подсолныха, Людмила покупает только иногда. Благо есть добрые люди, как работник магазина «Оазис» по имени Камиль, который приводит зерно со скидкой. Ну так вот люди некоторые идут, в основном хлеб приносят, но хлеб сейчас зимой очень накладно, потому что он замерзает, и он как бы не естся, он камнем делается. Поэтому я самая дешёвая, получается, перловка, вот я её и покупаю. Потому что сечку и ячку, они не могут клевать, у них клюв не позволяет, она мелкая. Но зима долгая, и голубям нужна помощь. Ведь птицы, привезённые в Хандыгу, как символ мира, любви и нежности, не должны оказаться на грани выживания. Им нужна помощь не одной женщины, а многих. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Павел Винокуров, НВК Саха, Хандыга.